Александр Васильевич, у нас в гостях люди, которых, по мнению Анатолия, не хватает в настоящем КВН сегодня. Это Алексей Лукомский из команды Дежавю. Привет. И Александр Винковатов, команды Экскурсия по городу. Доброе утро всем. Ну и немножко лукавлю, когда говорю про их команды, они уже немножко в прошлом, и как большие дяди отошли от дел, и теперь они тренера. Ну да, а представили мы вас как знаменитых новосибирских КВНщиков из очень известных и любимых команды Дежавю и Экскурсия по городу, но оказалось, что никто из вас, ни Алексей, ни Александр, не является уроженцами нашего славного края. Ну да, так уж вышло. Так уж вышло, они из Якутии приехали, как раз вот команда Дежавю, это команда города... Неренгри. Красивая названа. Боюсь ошибиться, поэтому не произношу. Вот что я узнала, команда существует с 97-го года, в официальных играх играет с 2001-го, три года играли в Дальневосточной лиге КВН, затем два года в Лиге КВН Азия, еще два года КВН Сибирь, год в первой лиге из 2009-го, это высшая лига КВН. Ребята, кто в команде в каждой из... Подожди, а экскурсия по городу, это как бы вот... Это до свидания, да. Ничего себе, ничего себе. Экскурсия по городу наша Новосибирская, про нее все знают, я думаю, что я буду. Ну это легенда, легенда, да. Что там говорить? Все все знают. Так. И все, кстати, я пыталась что-то такое, знаете, найти какие-то интересные факты в интернете по запросу экскурсия по городу, и на одном из сайтов я нашла, цитирую, «Стиль выступления команды. Бородач издевается над командой, прикалывается над толстым, унижает короткого». Так и было? И еще над длинным издевается, конечно. Над длинным? Над длинным еще. Пожалуй, я единственный, кому не попадало. Как это вам удалось так? Ну такую внутри команды я позицию занял, что не стоит. Потом у нас просто вышел образ на меня, что на меня шутки не пишутся. И это было самое смешное. Да. Изгой. Мы на самом конце на это восстановились, и все, дальше мы не пошли. Ну, ребята, а какой человек в команде главный? Вот в каждой из ваших команд как это было, и вообще каким качествами должен обладать человек, который лидер в команде? Ну, вообще в КВН есть такой конкурс, называется «Капитанский». Да, давненько мы его не видели, кстати. К сожалению, да. Ушел он в небытие, но я думаю, что он вернется, потому что очень такой формат интересный. Ныне он называется стендап, скорее всего. И я думаю, что он все-таки появится в телеэкране когда-то. Вот в нашей команде, к сожалению, ни разу, нашей команде ни разу не доводилось играть этот конкурс, поэтому капитан в нашей команде не обозначен никак. Поэтому все-таки у каждого человека в команде была своя определенная роль, и мы ее как слаженный такой механизм, как это правильно сказать-то, ну, в общем, делали свое дело и стремились... У нас фронт-вумен, но у нас есть и фронт-мэн, и фронт-мэн, и... И фронт-мэн, и... Вообще команда «Дижавюз», ну, это мое впечатление, у тех людей, кто помнит этот КВН, ну, это очень пластичная команда. То есть танцы были ваши, все, да, джаз, свинг, вот эти вещи, которыми вы в свое время поражали. Кто занимался танцами? Да, это вот откуда хорошее. Как ни странно. Ну да, у нас в Якутии все танцуют, потому что стоят на месте просто... Можно занять. Когда ребята пришли, я узнала, что они оба не новосибирцы, и говорили, зачем сюда приехать? Ну, как говорят, там, минус 50, как-то, представляете? Минус 30 попроще. Минус 30, да, вообще. Вы как на курорте себя ощущаете, наверное? Ну, не прям как на курорте, конечно, но вот я в январе летал домой, вернулся, и здесь такие мороза были. Я здесь чувствовал себя, как в Майами прилетел, ходил, издевался над всем, типа да что вы тут. Юмор якутский от новосибирского, от сибирского чем-то отличается? Мне кажется, сибирский юмор не только сейчас, а всегда, он жестче. Например? Ну, это в прямом эфире можно, да, сказать сейчас? А вот о чем. Ну, он жестче, он суровый такой. Вот даже взять нашу команду, да, там, толстый бородатый, который проходится по каждому члену команды, да. То есть он такой ближе к старпану, да? И не жалел он их совершенно никак. От этого, собственно, весь юмор и был. А, и взять тут же дежавю. Ну, а мы более раскрепощенны. Давайте так, мы все-таки более дружелюбны. Да, да, да. Слушайте, ну а про экскурсию же кто сказал в один из членов жюри? Как-то вас назвал прям так, ну вот такие придурки, мол, это просто супер, пацаны. Ну, здорово. Да. Почему нет? И два сезона в вышке, я к чему веду? Ну, не дотянули, как сами считаете? Ну, вы же реально шли. Я хочу здесь небольшую ремарочку сделать. Я не играл в высшей лиге. А, то есть ты не дошел вот до... Вот я, это мое любимое. Вот когда экскурсия по городу в премьерке разносила всех, там был я. Это я дошел до лиги, да, до высшей и спрыгнул. Как только я ушел из команды, и команда пошла в высшую лигу, там у них сразу не заладилось. Вот, я выкинул микрофон сейчас. Парам-парам-пам. У нас в гостях Алексей Лукомский и команда Джавю, Александр Венковатов, команда Экскурсия по городу. Ну и, как я уже сказала в том начале, ребята перестали играть в команде. Они стали передавать свой опыт более юному поколению. Расскажите об этом, чем занимаетесь сейчас? Да, что сейчас? Сейчас я, Алексей Лукомский, являюсь редактором детской лиги. Наша детская лига, так скажем, приобрела новый ход, потому что с данного года, с 2018-го, теперь у нас официальная лига. И мы представляем всероссийскую юниор-лигу. И теперь мы официально все команды приглашаем к нам. У нас сезон уже ведет, буквально 15-го числа у нас будет весенний кубок. Наш чемпион в итоге едет... 15-го марта? Да, 15-го марта. В итоге наш чемпион едет в Артек представлять наш регион, Новосибирскую область, на таком федеральном уровне. Слушайте, ну это школьники, гимназисты, да? Все люди до 18 лет. О чем нынче школьники шутят? Ну, в принципе, наверное, как и везде, шутят и о семье, и о своем досуге, и, конечно же, о политике. Да, дети о политике. Но это придумываете вы, редакторы, да? От них это звучит намного веселее, чем от того. Редакторы не придумывают. Но это шутки для жюри, нежели для их сверстников, да? Ну почему? Сейчас, знаете, большинство сверстников очень заинтересованы в том, чтобы наша страна как бы шла в далекое светлое будущее, чем какое-то непонятное. Да, поэтому 12-летние ребятки разбираются в этом себе. Да, это здорово. Крутяк. Александр? А я занимаюсь веселыми штуками всякими. Какая неожиданность. Я потихонечку, еще когда я играл в КВН, потихоньку переходил в такую коммерцию, в развлекательные заведения от клубов. Ведущие на ваш корпоратив. Все верно, все верно. Но это одно из направлений. Вообще, я решил, что классический КВН это очень скучно и грустно в один момент. Я уверен, что многие солидарны. Кризис тридцатничка случился, да? Тридцатничка. Шучу, шучу. Ладно. Видея, я не КВНщик. И поэтому я начал переносить его в заведение, где люди сидят за столиками. Мне даже смотреть со стороны на все это намного веселее. И я немножечко ушел в черный юмор. Ну как немножечко, конкретно ушел в черный юмор. И я создал проект «Вечерний убрань», который называется «Пять лет ему». Вот мы отмечать будем день рождения. Кстати, 7 апреля в Лофте подземка. Всех с удовольствием приглашаю. Приходите, будет пять лет. И закрытие проекта одновременно. Будет очень весело, но будет... Наверное, Александр... В силе черного юмора. Пятилетие и закрытие. Наверное. Все верно. И сразу же я новый проект создаю. Вот об этом я хотела сказать. Но я не буду про него никому не рассказывать. Интрига. Интрига бешеная. Должна порождать интерес. Сразу же? То есть в тот же вечер будет презентация нового проекта? Нет, нет, не в тот же вечер. Но я не могу сказать. Настя, ну сейчас закончим. Приходите, приходите, вы удачь класса, вы все увидите. Вот они какие двое разные, противоположные из одного и того же города. Да, один занимается с детьми, а другой со взрослыми черным юмором. Я вам больше скажу. Мы еще и дружим чего-нибудь средних классов. И вот по всей посели. Да вы что, в одной школе вы учились? Не в одной, но мы в одном районе жили в Нингре. И как это пошло? Вот они, два КВНщика. Друзья из одного поля деятельности, но совершенно теперь разошедшиеся. Слушайте, был очень хороший вопрос на встречу, на нашем КВНовским встрече. Ну вот вам я его задам. Наши радиослушатели, а может быть это группа, интересовались. Очень много площадок общения КВНщиков, ну то есть сайты, группы различные. Что вы можете порекомендовать людям, которые хотят заниматься КВНом, играть. Где тусуются КВНщики. Да, где тусуются КВНщики, чтобы набраться опыта, узнать о всех новостях, календаре игр и так далее. Можно я начну? На самом деле, все очень просто. Это как раз связано как-то с моей историей, которую я подготовил специально для эфира. Если честно, ну должен был я этим поговорить. Так вот, исторически так сложилось, что в Новосибирске проходит Лига КВН Сибирь. И возглавляет ее Наталья Григорьевна Горинсон. Это замечательная площадка. Я к тому, что это крутая площадка для того, чтобы встретиться, пообщаться, обсудить КВН и так далее. То есть это такая крутая платформа для того, чтобы узнать о КВН поподробнее. Так вот, история какая. Давным-давно, когда мы еще с Александром играли в КВН, это была Лига КВН Сибирь. И так получилось, что Александр тогда еще, давным-давно, представлял сборную города Бердска. А я выступал уже за Дежавю. Мы встретились в одной игре. Это была одна четвертая. Это была рубка. Да, это была рубка. Это была очень сильная игра. Мы встретились в одной четвертой. И получилось так, что наша команда Дежавю занимает в этой игре первое место. Наша фронт-вумен Надежда Ангарская получает лучшую актрису. А Александр Венковатов, представитель сборной города Бердска, получает лучшего актера. И когда объявляли результаты, мы сказали, что в этот день, во второй, одной четвертой Лиге КВН Сибирь, тотально победил город Нерюнгре. То есть мы взяли все номинации, и это было очень здорово. Поэтому я хочу сказать, что в Якутии умеют шутить, любят это делать и любят жить в Новосибирске. В Якутии крутой юмор. Он очень стильный. Чем мы сейчас убедились. Да, ну и, Саш, с тебя тоже история. Мы не будем... Давайте вот этот торжественный отбит вставить. У нас уже вот как-то... Я могу сам. А, молодец. У меня история про экскурсию по городу, про финал. Я просто вспоминал, что такого самого яркого было оттуда. Я начал играть в команде. В это я не с самого начала. Я так за кулисами больше был, помогал ребятам там. И у них один Леша, такой человек, он был в подающем, был конферансье. Его неожиданно забирают в армию. Леша Кулаков. Леша Кулаков. И его забирают в армию. И мы как раз идем сразу в премьерку. И он смотрит нас по телевизору из армии. И представляете, что для него, да? Это когда он шел с командой столько... И вот когда остается вот прям на иголочке, полшага остается, он уходит в армию, а команда залезает прям в премьерку. И еще и выигрывает там подряд несколько игр. После финала, или после полуфинала, мы идем к нему в часть. Это там рядом с Москвой, где-то там секрет. Он еще и служит рядом прям. Вообще, тяжело. Мы так за него переживаем, что вот как он там морально, там физически, естественно, это армия весь изможенный такой. И мы с ним договариваемся. Он говорит, можете приехать ко мне. У меня будет, мне выделят немножечко времени. Где-то в каких-то радио, там, войсках, он там, где-то они зашифрованы, там, поле. Мы набираем всего-всего, что можно, что нельзя, все, что еды, там, какой-то там алкоголь, там, приезжаем к нему. Там парк. Выходит толстый Леша вот такой вот, который на протяжении года сидел, играл в онлайн-игры, ничего не делал, такой, да, больный, абсолютно. Я пошутил, я был не в армии, на даче у бабули. Вот с такой вот ряхой, вот с такой сонной, неопрятной какой-то весь. И вот здесь вот мы поняли, что Леша, конечно, он не... Даже немножечко рад был, что он не попал в премьер-регул. Ну, это Леша должен был вас накормить и напоить. Потому что мы все худые, мы все уставшие такие, а Леша там отдыхал, вот. Ну, в общем, такая вот история. Я никогда не думал, что в армии можно так сказать. Ну, тем более, что это секретные войска. Это какие-то секретные КВНовские войска. Секретные диванные войска. Слушай, ребят, спасибо вам большое, говорили бы и говорили. Приходите к нам почаще. Очень нужны ваши истории, ваш юмор. Ну, и, конечно, о развитии областного нашего Новодибирского КВН мы обещаем продолжать встречи в нашем эфире. У нас сегодня были в гостях Алексей Лукомский, команда Дежави, Александр Венковатов, команда Экскурсия по городу. Всем большое спасибо. У вас нового дня.